Но про это отдельное видео есть на моём канале. Я Ольга Липатова, а это мой муж Владимир и сын Всеволод. Подписывайтесь на мой канал и совершайте вместе со мной прогулки по русским городам, по Болгарии и другим странам. Прогуливаясь по пешеходной Георгиевской улице Владимира, среди старинных храмов и зданий мы забрели в сувенирный магазин, где проводят свои мастер-классы мастера народных промыслов. И вот о чём мы с ними поговорили. Здорово. Мы в Болгарии снимали фильм. Да? Да, и они там нам упоминали, эти плетельщицы, все наши кружева. Всё, они всё помнят и всё знают. В Болгарии тоже есть кружевницы. Вообще, вы знаете, даже существует международная организация по кружевоплетению, и там 40 стран мира. В том числе, да, в том числе и Россия, и я вот в ней состою. А зовут вас как? Светлана. А вот скажите, пожалуйста, а вообще, вот, например, во Владимире сейчас это кружевоплетение, оно насколько живо? Вот я вам что хочу сказать, как бы, исторически в Владимирской области не было как такового промысла, вот как в Новогодском, Ельце, Михайлово, Рязанской области, но были отдельные кружевницы. Так и сейчас. Вот и есть просто любители. На работе. Слева кружево сделала. Ладно. Хорошо, Лен, я поняла. Всё. Кружевницы, это даже центр. И вот это входит в международную ассоциацию? Да. Ну, отдельные у нас кружевницы, вот даже по городам области рядом. Вот маленький город у нас радужный, но там просто один вот есть энтузиаст, женщина, Горбунова Елена Викторовна. Вокруг неё там 40 человек, то есть и дети, и взрослые. И она, можно сказать, там, мы всегда вот даже на этих конгрессах существуют, то есть съезды, да, вот. И Россия, мы всегда призовые места там завоевывают. А вас поддерживают вообще вот местные власти как-то? Какие-то вам создают условия, может, чтобы... Я бы сказала, что поддерживают в чём? Например, сейчас очень много в Владимире и в нашем... Ну, и в Суздале рядом, и во всех городах устраивается ярмарок. Это спасает нас, мастеров, мы хоть можем реализовать. Вот хозяевам нашим мы тоже благодарны, что мы сидим вот не на улице и не дома у себя каждый, а мы можем вот сесть вместе и людям показать, и сами пообщаться. Ну, я хотела, что очень трудно им всё это пробить, они ходили в администрацию, там что-то пробивали. Ну, что-то, чего-то они добились, конечно, но сказали, что с таким трудом вот это всё. И ещё вот какая, например, проблема, да, вот наши хозяева, они молодые, они нам такие льготные условия, что мы тут сидим. Ну, они всё отдают, ну, налоги вот эти, за аренду, за аренду, за аренду. Здесь у нас была губернатор, тут тоже проходила, Светлана Орлова, она вроде чуть упомянула, она говорит, а кому это здание, давайте вот их льготную, освободим или хотя бы льготную. Ну, это как бы кануло, и тишина, и тишина, они забывают. А нам же надо... А те, кто вместе с ней, не хотят напоминать. Им же, я же, как бы, да, им же надо выживать, чтобы не открылся очередной питейное заведение. Их, конечно, тоже надо, но их много, а вот таких вот для мастеров мало. Учим молодёжь, чтобы они, не только мы мышкой могли управлять, дети. Молодёжь, вот приходят, вы где их учите? Вот здесь? Прямо здесь. Да, сажаем за столы, обычно. Да, за столы, вот, видите, у нас у каждой есть своё место. Ну, то есть, получается, значит, это надо же всё-таки, чтобы регулярно ходили, ну, чтобы научиться-то. Извините, это же я не могу прийти и за 20 минут научиться уплести кружева по-то-стоящему. А я вам только скажу, почему вот мы даём отдельно. Вот я всё-таки спокойно. Потому что в кружеве, что удивительно, всего лишь два приёма, как в вязании лицевой и изнаночной, так и в кружеве. Это же, можно сказать, гениальное изобретение, а всё гениальное оно просто. А какие два приёма, вот вы их можете? Перевить, сплести, да. Я вот показать поближе. Вот, это вот один приём. Перевить, сплести. Перевить, сплести. Перевить, сплести. Перевить, сплести. Всё, перевить. И у нас тоже. И у нас тоже, я вас уверяю. Каждая женщина должна была уметь шить и вязать. Ну, значит, вот сейчас. Потому что там вот у нас... И вот за час, за полтора я... То есть человек это вот осваивает. Плюс ещё какие-то дополнительные элементы. И то есть, если он потом по книге или по интернету захочет научиться, ему всё будет понятно. То есть он научился наматывать, научился держать. И вот этим двум приёмам он учился. И он начнёт учиться или прочитает, он скажет, да и всё, мне всё понятно. И будет дальше саморазвиваться. Так и здесь вот. Вышивка тоже за полтора часа, да? Да. Тоже основные приёмы. Да, вот у меня гладь художественная. Вот мы вышиваем на занятии вот эту ягодку. На ней я показываю основные приёмы. Классно. А зовут вас как? Мария. Очень приятно. Хоть что-то как-то должно уже сохраняться, передаваться. Оно переходит. Зашьём, 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 з Продолжение следует...